Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета. Вы знаете, эта традиция у нас практически ежедневно молодые и опытные депутаты городского совета. Вот сегодня у нас в гостях Мясникова Наталья Николаевна, один из самых молодых депутатов этого созыва. Но, тем не менее, о ней мы кое-что уже знаем. Наталья Николаевна, теперь вопросы к вам не сложные, сразу скажу. Вот вы же помните, что выборы вы проходили по партийным признакам. По партийным принципам. Вы были в списке партии. А вот сейчас вы будете работать по таким же партийным принципам, то, что будут говорить вам партийные руководители, или все-таки вы будете работать для Славучан? Добрый вечер. Конечно, в первую очередь буду работать для Славучан, во благо Славучана. Ну, а если руководитель партии скажет, нет, будем по этому вопросу голосовать. Ну, есть же свое мнение. Есть свое мнение, да? Конечно. Обязательно. То есть у вас есть свое мнение на какие-то вопросы? Есть свое мнение, конечно, обязательно. И если кто-то будет против, вот даже членов партии, вы будете голосовать так, как вы считаете нужно. Как я считаю нужно. И как удобнее и лучше для Славучани. Как лучше для перспективы Славутища, чтобы это было лучше для Славучан, в первую очередь? Меня же выбирали Славучане. Ну, это хорошо. Нет, потому что иногда, вы понимаете, партийные интересы бывают очень-очень важны. Что, с вашей точки зрения, необходимо в первую очередь, ну, на что обратить внимание депутатам городского совета? Какие проблемы, с вашей точки зрения, наиболее такие сложные в Славутище? Что можно изменить, чтобы жизнь была лучше, краше? Да, это медицина. В первую очередь нужно обратить внимание на нее и, в первую очередь, конечно, персонал, который работает в нашей медицине, чтобы он не остался без работы. Потому что сейчас остаться без работы у всех семьи, кто-то, может, мать-одиночка кормит, воспитывает детей. И вот буквально вчера ко мне обратились работники, которые на данный момент в декрете, они выходят в наше коммунальное предприятие, и у них там возникают какие-то определенные сложности. Да, да. Поэтому очень бы хотелось, чтобы таких людей, которые выходят с декрета... Они же по закону не имеют права увольнять. Ну, не имеют, но живем, к сожалению, мы в такой стране, что у нас имеют все возможное, и все имеют, и все может быть. Я даже знаю, у нас есть альтернативное медицинское учреждение недалеко от нас здесь, так что вроде бы как туда можно устроиться, если что. Ну, можно, но людям хочется вернуться на свои прежние места, где они были, где они уходили в декрет. Жизнь настолько сложна, что я понимаю, что в возрасте 50 лет хочется, чтобы ничего не менялось, все было как прежде, как раньше. Но, к сожалению, жизнь настолько сложна, что вот совершенно неожиданно, вы же знаете, цены на электроэнергию, на газ повысились. Хотя тоже ж никто не хотел, ну, кроме олигархов, скажем так. Ну, об этом мы попозже поговорим. А вы в составе гуманитарной комиссии. Какими вопросами вы будете заниматься, и что ближе к вам? Я состою секретарем в этой комиссии. То есть, всеми вопросами. Опять медицина. Медицина и спорт. Сложный вопрос. Теперь, Славутич, с вашей точки зрения, это Черниговская или Киевская область? Я понимаю, что он, я сразу могу даже подсказать вам, что на него нет однозначного ответа. Есть направление, где лучше быть Черниговская, есть направление, где лучше быть Киевской. Вот ваша точка зрения. Моя точка зрения, что в первую очередь, конечно, мы должны относиться к Киевской области. Потому что город, как бы мы ни хотели, является специфическим в плане того, что мы зависим от ЧАЭС. И я считаю, если сегодня мы перейдем в Черниговскую область, Иванков быстренько заберет ЧАЭС к себе, и мы можем потерять налоги. А это, как-никак, 2 800 работников ЧАЭС, и налоги заходят в город. И город живет благодаря ЧАЭС. Как бы мы ни хотели это слышать, но все предприниматели в основном зависят от того, Как платят нам зарплату, и какие мы имеем. Ну, предприниматели не все с вами согласятся, что они зависят от ЧАЭС. Не все. Многие уже давно отошли от ЧАЭС, хотя хотели бы, потому что там высокие. Это то, что если сегодня нам не будут платить заработную плату, я не пойду к какому-то частному предпринимателю, не куплю какую-то ручку, не закажу себе балконную раму, грубо говоря, да, то есть я с этой точки зрения. Ну, смотрите, сейчас проходит акция «Помоги собрать деньги на компьютерный томограф». Ну, с некоторых пор, где-то с полмесяца назад. Как вы считаете, вы можете обратиться, вообще нужен ли нам, скажем так, компьютерный томограф, с вашей точки зрения? И можете ли вы обратиться к слоучанам, ну, в частности, к вашим избирателям, чтобы они помогли какими-то деньгами, какими-то ресурсами, чтобы мы в это дело вложили? Сразу, может быть, вы не в курсе, объясню, что три страны будут принимать участие в сборе средств через одну из общественных организаций. Конечно, томограф нам нужен, обязательно нужен. Ну, в первую очередь, наверное, может быть, как-то мы постараемся, чтобы город нам помог его приобрести. Ну, вы понимаете, это очень серьезная сумма. Серьезная. Это очень серьезная сумма. Поэтому, ну, вы же сами знаете, вы же бюджет принимали, вы знаете, что лишних денег как бы нет. Нет, да. Поэтому, конечно, по возможности, я думаю, что даже жители Славутича, они сами захотят... Ну, для них же там могут, для них же там могут, для них же там могут. Какую-то свою лепту, чтобы приобрести такое приобретение в город Славутич. Ну, я лично скажу от себя, я помогу тоже, я и моя семья. Ну, отлично, хорошо. Видите, уже как минимум один депутат уже точно поможет. Я не знаю, может, и остальные депутаты. Я, наверное, всем буду теперь задавать этот вопрос депутатам, по крайней мере, точно. В Славутиче у нас есть лозунг «Славутич, место новых идей». А какие идеи в городе вы будете поддерживать? А какие, может быть, у вас есть какие-то новые идеи для поддержки нашего города? Ну, я так понимаю, что развитие спорта, судя по тому, что вы занимаетесь. Ну, да, как являюсь членом этой комиссии, то, естественно, я от этого же никуда не уйду. Поэтому спорт, медицина в первую очередь. Идеи, вы знаете, хочется, наверное, вот недаром мы стали... Малой культурной службы в Малой. Хочется сохранить, наверное, все наши достояния, да, которые есть на сегодня у нас в городе. Потому что, вот скажу даже про себя, знаете, когда первый раз к нам приезжают какие-то гости, они приезжают как в рай. Вот они говорят, вы здесь живете как в раю. Поэтому хочется сохранить вот эти все наши, все, что есть у нас, и не потерять. Ну, не просто так же нам дали такое название, что мы стали столицей. Поэтому хочется сохранить все преимущества, которые есть сегодня. Наши парки, наши белые ангелы Славутича. И обратиться к Славучанам, вы знаете, вот даже сегодня шла на работу возле Бакинского квартала остановочка. Наверное, опять поработали наши вандалы, и она разбита. Поэтому хочется обратиться ко всем, к молодежи, к вандалам, не молодежи. Кто это делает? Пожалуйста, большая просьба, мы живем в этом городе, и давайте мы будем сохранять эту культуру и сохранять наши маленькие славуческие традиции. Ну, раз мы столица, то у нас должно быть еще больше. То есть, имеется в виду, мы должны давать образец для остальных городов, насколько я понимаю. Поэтому у нас должно быть и больше еще культурных мероприятий, и более качественных, и звезды к нам должны приезжать, раз мы малая культурная столица. Поэтому не только сохранять, но и приумножать. И приумножать, да. Как было это в самом начале, когда построился Славутич. Сколько звезд приезжало? Сейчас вспомнишь, что такое День города в Славутичо, полчернигова приезжала. Я уже не помню, Украина весна, Славутич, вы, наверное, помните это шоу, которое было 26 лет назад, 25, 95 год. Ну, так точно, пол Славутича приезжала, когда там была и Патриция Касса, и Моральный кодекс, и Леонтьев. Леонтьев, Нана. Нет, Нана была, ну, все равно они приезжали к нам, но не в рамках, скажем, этого проекта. Но она была в рамках фестиваля «Золотая осень Славутича». Ну, это же тоже наш фестиваль. Ну, да, тоже наш фестиваль, который сейчас уже проходит в онлайне. Что, конечно, благодаря коронавирусу. Будем надеяться, что мы вернемся. Ну, да, мы надеемся, насколько я знаю, кстати, на этой неделе уже, я постучу, наверное, первое спортивное соревнование в конце недели пройдет, и я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, я надеюсь, что скоро и культурные мероприятия вернутся, и будут проводиться различные концерты, которые приятно посмотреть будет с Лаучаном. Самое сложное, вот если брать прошлый депутатский корпус, было найти компромисс. То есть разные партии, разные взгляды, и иногда они пересекались очень жестко. С вашей точки зрения, вот в этом депутатском корпусе удастся найти компромисс? Я вам подскажу, что вот с моей точки зрения последнее заседание удалось найти, когда принимали решение по снижению тарифов, если вы помните. То есть тогда голосовали все партии, и практически без партийных интересов. Ну, минимальные интересы были, но потом все нормально было. Тяжело сказать, знаете, потому что все со своими амбициями, все представляют какие-то свои интересы, но я думаю, что компромисс мы найдем. Мы пришли делать добро во благо Славутища. Поэтому я думаю, у нас все получится. Все получится. То есть вы оптимистично к этому относитесь? Думаю, да. Хорошо. Каждая ставит свои амбиции какие-то. Это есть точка зрения, и она непоколебимая, допустим, у кого-то может быть. Вот, допустим, следующий вопрос будет. Я знаю, что есть две совершенно разные точки зрения. У профессионалов одна, у, скажем там, у любителей, у депутатов совершенно другая. То есть, но вы готовы пойти на компромисс ради Славутища? Я готова. Да? Сейчас узнаем. Нужен ли Славутищу роддом? Я объясню, почему. Когда-то в Славутище рождалось по 600 детей. Но это было, когда еще были классы. Я помню, сам на линейке был класс Д, класс И, класс К. Потом было 300-400. Ну, а на прошлый, ну, за прошлый год у нас есть тоже уже статистика, родилось всего 97 славучан. Ну, вроде как экономически невыгодно иметь роддом. А как вы считаете? Ну, рождаемость, наверное, упала не только у нас в Славутище. Да, и по стране упала, да. Тут без вопроса. Тут вопрос не в Славутище, но на сегодня хочу сказать, как женщина. Роддом, конечно, это очень тяжело для города. Но иметь отделение при больнице, я считаю, это надо. Потому что бывают разные ситуации, когда женщина не спроможня доехать до того же ближайшего Чернигова. Одно дело, когда это плановые роды, когда это запланированные роды, и можно договориться с доктором. Другое дело, когда это экстренно происходит. То есть, я считаю, отделение нам надо Славутище. Ну, для Экстерной есть экстренная служба, экстренная помощь. Могут, по идее, достаточно быстро довести до Чернигова. А вдруг не успеют? А если не успеют? Ну, хотелось бы, чтобы обратиться к женщинам, чтобы они... Ну, я понимаю, что есть вещи, которые трудно предусмотреть, но, насколько я знаю, вот в роддом Чернигов ездят за несколько дней до планируемых родов. Разные ситуации в жизни бывают, поэтому, я считаю, родильное отделение Славутище надо. Хотя, вот, насколько я знаю, директор нашей коммунальной лекарни считает, что это слишком дорого, они не смогут это дело потянуть. Ладно, хорошо. Ну, мы же также содержим и другие отделения, тоже хирургическое, терапевтическое. Там же есть у нас такие же медсестры, которые суточные дежурятся. Ну, скажем так, проблемки есть у нас в хирургическом отделении, потому что, к сожалению, вот как вы говорите, специалистов все меньше и меньше, очень много специалистов у нас сейчас уже привлекается из Чернигова. Это к тому, что, к сожалению, с больницей, ну, есть определенные сложности. Меньше людей, меньше людей, которые обращаются, точнее, больше людей, кто обращается, потому что средний возраст Славутища растет, и, естественно, к сожалению, с возрастом растут и болезни всевозможны. Таким жителям тяжело ездить куда-то, поэтому они... Молодежь больше, наверное, ездит в Чернигово. Ну, молодежи становится все меньше и меньше. Кстати, вот о молодежи заговорили. А как, с вашей точки зрения, вернуть молодежь? Вот после... Я понимаю, что, скорее всего, высшее образование мы не вернем. Ну, в лучшем случае только ПТУ, профессионально-техническое училище. А как вернуть обучившуюся молодежь назад, в Славутищ, которые получили уже образование в Киеве, скажем так? Наверное, надо создать какие-то рабочие места, но это опять очень тяжело. Да. Потому что молодежь все-таки больше рвется, наверное, в большие города. Да, и подальше от родителей. И это будет интереснее, подальше от родителей. Там есть перспективы. Да. Ну, что у нас, Славутищ? Славутищ приехать... Малая культурная столица. Да, малая культурная столица. Приехать отдохнуть к родителям. То есть, с вашей точки зрения, Славутищ постепенно превращается в город пенсионеров и детей, скажем так. Да. Детей, в принципе, воспитывать у нас идеально. Да, и школа, и детские сады. Да, очень идеально. Очень много кружков, конечно. Это все не так далеко, как, допустим, в том же Киеве. То есть, все близко, все доступно. Очень профессионалы работают, я считаю, по этому направлению в ДДТ и в школе искусств. Здесь, конечно, придраться не к чему. Да, этому можно позавидовать. С моей точки зрения, ребенок тоже ходит. Да, тут можно позавидовать. Детки наши занимают призовые места, поэтому... Ну, будем надеяться, что так и будет и дальше. Хорошо. Приближается 35-я годовщина аварии на Черноморской атомной станции. Как вы понимаете, дата, юбилей. Вот с вашей точки зрения, что нужно сделать? Может быть, что-то новое в городе или в стране? Насколько я знаю, не так давно были отправлены документы на уровень Кадмина. О том, что там нужно одно из требований, или точнее предложение требовать от Кадмина мы не можем, чтобы были уроки. Урок Чернобыля. Потому что, к сожалению, тему Чернобыля постепенно забывают. И что-то надо, пользуясь юбилеем, как вы понимаете, датами обычно пользуются. Вы депутат городского совета. Что бы вы посоветовали? Ну, скажем, для того, чтобы тему Чернобыля люди не забывали. Вы знаете, я сама эвакуирована из Чернобыля, поэтому я жила в Лилёве. Поэтому хотелось бы, конечно, в первую очередь, чтобы не забывали ликвидаторов эвакуированных. Что помнили о них, что они есть. Потому что Чернобыль отходит, уже другие проблемы в стране появляются. Очень бы хотелось, чтобы не забывали людей, которые эвакуированы, которые действительно там были, которые имеют удостоверение, чтобы их просто не забывали. Ну, вы понимаете, что на уровне города мы забывать не будем. Но у нас же нет возможности чернобыльцам выдавать дополнительные премии, заработные платы, дополнительные лечения выделять. Это все-таки уровень государства, с моей точки зрения. Что нужно сделать вам, депутатам, для того, чтобы государство, грубо говоря, не забыло про славутических чернобыльцев. Ну, не хотелось, чтобы всех забыли, но славутических особенно. Раз уже затронули эту тему, то всем известно, с какой партии. Думаю, всем известно, что даже наша Наталья Королевская, наш Бойко, они всегда борются за таких, как мы, и помогают таким, как мы. Поэтому будем стараться обращаться к ним, чтобы они нам помогали. Хорошо, вот Бойко задели, я так косвенно тоже заделу, что, насколько я знаю, он тоже имеет отношение и к вышкам, и к нефти, и к электроэнергии. Ну, в этом направлении, как бы, я понимаю, что они стоят в стороне, но олигархи есть и у вашей партии, которые на этом деле зарабатывают. Поэтому вы не идеальная партия, скажем так, ну, как некоторые. Хотя идеальных сейчас, по-моему, нет. А что, есть идеальная партия? Ну, идеальных партий нет, я с вами совершенно согласен, что идеальный был, наверное, во время выборов Зеленский, он же Голобородька, ну, в которого, как бы, все верили, что это Голобородька, ну, а сейчас, ну, есть, есть полно проблем. Вы знаете, что недавно была, ну, и забастовка Словыча в центре города, и сессия у нас была о том, что мы написали письмо, вы, депутаты, приняли решение о том, что нельзя поднимать тарифы и на электроэнергию, и на газ, и так далее. И так далее. Верите ли вы, что нам удастся вот этим вот решением нашим, депутатским, все-таки как-то изменить точку зрения правительства, и тарифы на электроэнергию, на газ все-таки снизятся? Вы знаете, верю, наверное, на 100 киловатт, которые, вот, 100 киловатт, что мы все-таки... 100 киловатт мы к себе вернем. Получится у нас вернуть, потому что, ну, мы все-таки такой специфический город, где газа у нас, как бы мы не хотели, мы его не проведем. И не получим. Да, и не получим. Поэтому на 100 киловатт верю. Дальше. Дальше все зависит от этих, которые сверху, да? Все зависит от сверху, да. Хорошо, ну, будем считать, у вас оптимистичный взгляд на жизнь, это хорошо. Депутаты, по крайней мере, ехать депутаты должны быть оптимистами, если бы... Ну, просто словучание бывает иногда, ну, в таком, ну, не очень корректном, не в очень хорошем настроении, потому что жизнь все время тяжелеет. Вот что, с вашей точки зрения, сразу успокою вас, это последний вопрос, самый простой последний вопрос. Вы же знаете, что количество словучан, которые пришли на выборы, их было 37,5%, очень мало, только треть словучан пришли на выборы. Остальные, я понимаю, ну, немножко разочарованы, скорее всего, в верхней власти, ну, наверное, и в депутатском корпусе, и, может быть, и в местной власти. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать, чтобы на следующие выборы пришло, ну, как минимум, 50% словучан? Вы знаете, по некоторым причинам так сложилась ситуация, что на день выборов я не смогла сама за себя проголосовать. Ага, даже так. Поэтому считаю, что на сегодня город Славутич полностью к выборам местным был не готов. А для того, чтобы увеличить явку... А в чем вот неготовность, с вашей точки зрения? Ну, вроде как сообщали, день, дата, время, избирательные участки готовы были. Очень много организационных вопросов, к которым Славутич был не готов. А по отношению к тому, чтобы на следующие выборы пришло больше избирателей, вы знаете, наверное, все-таки скажу, что с избирателями нужно встречаться и разговаривать. Разговаривать о каких-то дальнейших планах и говорить о том, что ты есть. Потому что люди обозленные, люди устали. И когда все-таки начинается диалог между людьми, ну, может быть, где-то они начинают верить в тебя, в то, что ты что-то сможешь, что-то сделаешь. Поэтому нужно встречаться с избирателями, разговаривать с ними, рассказывать свои планы на дальнейшее. То есть вы верите, что в следующий раз к вам как минимум 50% избирательных, ну, в Славутич 50% придут и, ну, и процентов 25 проголосует за жуття. Конечно, верю, все будет хорошо, но вопрос в другом, что как... Как заставить людей? Ну, упросить, заставить слово такое сложно. Давайте начнем с того, что, наверное, ковид все-таки дала себе знать. Да, это отдельная история. Явка как бы у нас была более или менее по городу Славутичу, скажем так, всегда хорошая. У нас 43-45, это минимальное было, но чтобы упуститься до 37. До 37, да. 10% все-таки где-то мы потеряли благодаря... Будем надеяться, что это был ковид, виноват во всем. Спасибо большое вам. Спасибо большое за интервью, я думаю, что было интересно послушать. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях была Мясникова, Анталия Николаевна. Ну, и до следующей встречи. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Субтитры подогнал «Симон»